Протеерей Джон Эриксон Предложенная мне тема, безусловно, важна. Немного найдется вопросов, которые за последние сто лет вызвали бы столько споров, как вопрос автокефалии церквей. Достаточно вспомнить полемику между Русской Православной Церковью и Константинопольским Патриархатом относительно статуса Польской Православной Церкви, Православной Церкви Чешских Земель и Словакии, и совсем недавно Православной Церкви в Америке, бывшей североамериканской митрополии. Также нельзя не упомянуть и односторонние претензии на обретение автокефалии со стороны, по меньшей мере, двух украинских групп и Македонской Православной Церкви. О них мы тоже, возможно, поговорим. Вопрос автономии также был источником полемики. В течение доброй половины 20 века велись споры между Русской Православной Церковью и Константинополем о статусе Финской Православной Церкви, а в более недавнее время и в более драматическом ключе о положении в Эстонии. Можно привести и другие примеры. В вопросе об автокефалии разногласия чаще всего возникают вокруг порядка предоставления этого статуса. При этом, несмотря на то, что дебаты подчас бывают крайне резкими, природа и содержание понятия автокефалии остаются недостаточно четко определенными. Считается, что это простой, однозначный термин, но на практике в него вкладывают значения, которые могут не разделяться другими людьми, но которые способны задеть их за живое и вызвать бурную реакцию. Во многом то же самое можно сказать и об автономии. Очевидно, что для понимания обоих этих терминов в каждом конкретном случае требуется учитывать более широкий исторический контекст, в котором они употребляются. В настоящее время, и это можно прочитать в любом соответствующем учебнике, церковь принято называть автокефальной, если она обладает, во-первых, правом решать все внутренние проблемы своей властью, независимо от других церквей, и, во-вторых, правом самостоятельно поставлять своих епископов, в том числе и первого, без получения разрешения или согласования с другими церквами. В отличие от этого, первый епископ автономной церкви поставляется или утверждается церковью, даровавшей ей автономию. Сходство между этими двумя аспектами автокефалии, с одной стороны, и понятиями внутреннего и внешнего суверенитета современного государства, как они излагаются в учебниках политологии, с другой, вряд ли случайно. Начиная с 19 века, автокефалия понимается как полная самостоятельность церкви, по аналогии с самостоятельностью суверенного государства в секулярном мире. Автокефальная церковь, которую часто называют поместной церковью, рассматривается как основной организм, в котором более мелкие структуры, такие как округи и епархии, не более чем подчиненные, административные подразделения. За последние сто лет недостатки такого подхода стали особенно заметными. Подобно своему мирскому прообразу, международной системе суверенных государств, современная система автокефальных церквей не смогла выполнить возложенных на нее задач в нашем быстро меняющемся мире. Внутренний суверенитет отдельно взятой автокефальной церкви ни в коей мере не способствовал ее духовному укреплению, а постоянное подчеркивание своего внешнего суверенитета препятствовало созданию эффективных структур по поддержанию единства или хотя бы общения с другими автокефальными церквами. В результате налицо безразличие, отсутствие совместных действий и периодически возникающие конфликты. Экклезиологические принципы, лежащие в основе современного понимания автокефалии, в настоящее время встречают общее недоверие в богословских кругах, хотя их влияние, разумеется, ощущается в практической деятельности и официальных заявлениях самих автокефальных церквей. Свойственный им юридический и дипломатический язык и парадигма мышления уступили место более церковному подходу, основанному на Священном Писании, Литургии, Отеческом Предании. Отправной точкой для этого нового подхода послужило Таинство Евхаристии, которое сегодня воспринимается не просто как одно из многих средств благодати, дарованных церкви, учрежденному свыше объединению людей, но как сущностная основа церковной жизни. Принципы евхаристической экклезиологии помогают лучше понять эволюцию церковных структур древности, когда основным организмом считалась местная церковь. Под местной церковью здесь понимается сравнительно компактная церковная единица, члены которой могут непосредственно общаться друг с другом, и которая охватывает заметно меньшую территорию, чем нынешняя автокефальная поместная церковь. Прямо скажем, существенно меньшую, чем территория Российской Федерации. Хоть и скромная по масштабам, каждая такая община была, по словам архиепископа Петра Лью-Илье, таинственным проявлением экклезиальной полноты. Эти церкви соотносились друг с другом не как части некоего целого, но по принципу взаимной идентичности. Каждая на своем месте являла собой конкретную реализацию Божьей Церкви. При этом необходимость единения с другими местными церквами не только не отрицалась, но скорее подразумевалась. Ощутима же взаимная идентичность местных церквей и их глубокая сопричастность друг к другу проявлялась во взаимодействии их епископов, в особенности, когда те собирались на совет. Итак, уже задолго до того, как христианство стало государственной религией, задолго до того, как координирующие церковные жизнь структуры стали определять через соборные постановления, церковное устройство в Римской империи уже следовало образцу государственного управления. К IV веку в большинстве провинций, империй, синоды епископов собирались довольно регулярно. Обычно они проходили под председательством епископа-метрополии, столицы, и в их задачу входило рассмотрение вопросов, представляющих взаимный интерес, разрешение споров, выборы и рукоположение служителей в различных провинциях, в том числе и первого епископа. Несколько огрубляя положение вещей, можно сказать, что, за немногими важными исключениями, церковь в каждой провинции являла собой автокефальную единицу. Эти церкви не обрели автокефалию. Они были автокефальными. Автокефалия не была им дарована, они обладали ею. Сейчас нет смысла во всех подробностях останавливаться на объединительном процессе, изменившем церковные структуры в течение IV и V веков. Важно, что в итоге созвездие автокефальных церковных провинций оказалось поделенным на пять крупных церковных образований, то есть возникла та пентархия патриархатов, чье главенство во Вселенской Церкви было в дальнейшем закреплено имперским законодательством и богословской мыслью. Такое положение не изменилось даже после того, как их практическая роль заметно уменьшилась в результате появления ислама на Востоке и набегов варваров на Западе. Однако, несмотря на господство пентархической теории, в реальности наряду с этими пятью патриархатами сохранялось несколько церквей, обладавших правом поставлять всех своих епископов, включая первого. Географические границы автокефальных церквей могли совпадать с административными границами, но ни экклезиологические границы, ни административная власть не были непосредственно связаны с политической независимостью или с национальной принадлежностью. В то же время, хотя епископы автокефальных единиц самостоятельно управляли своими внутренними делами, они обязаны были при этом следовать канонам, и именно всеобщие каноны, а не установление той или иной автокефальной единицы, формулировали принципы церковного устройства. Короче говоря, эти автокефальные единицы, эти автокефальные церкви, стремились к упрощению уз единоверия, к единению церквей данной области между собою и с остальными церквами. Их целью было объединять, а не разделять. Они выполняли работу по практическому руководству, не претендуя на самодостаточность. Римско-византийская идеология оставалась незыблемой на протяжении столетий, а вместе с ней и ощущение принадлежности к единому христианскому государству. Изменения начались вслед за завоеваниями Константинополя латинянами в 1204 году. До этого времени автокефалия означала независимость исключительно на церковном уровне. Теперь же она начала соотноситься с политической независимостью. В этот период появляются явные признаки зарождающегося национализма. Особенно они были заметны у балканских славян, но их можно обнаружить и в греческой интеллектуальной среде. Так слово «грек» стало употребляться в положительном смысле, в то время как раньше оно означало «язычник», в противоположность «христианину». В то же время появляются ростки новой всеобщности. Прежние символы единства и порядка, император с его некогда всемирной империей и пентархия патриархов неуклонно утрачивали свое значение. На институциональном уровне их место занял Константинопольский патриарх, успешно сменивший императора в роли символа единства христианского православного мира. Тем не менее, начиная с конца XVIII века, в жизни православной церкви вновь обретает силу национализм, изобилующий романтическими мифами о национальных корнях, языке и характере, а с появлением национализма начинает возникать автокефальная церковь в ее современном виде. Первые проявления этого нового национализма наблюдаются в области просвещения в среде интеллигенции, призывавшей к изучению национальных языков, истории и культуры. Однако реальной, а не теоретической проблемой для православия национализм стал в начале XIX века, когда балканские народы вступили в вооруженную борьбу против османского владычества. Нескончаемые освободительные восстания были тем горнилом, в котором православные религиозные общины на Балканах трансформировались в современные нации. Частично такая трансформация подразумевала радикальное превращение местных церковных общин из составляющих частей вселенского православия в элементы новообразованных наций. Одновременно на церковном уровне освободительная борьба православного населения против османской власти сливалась со стремлением к независимости от власти константинопольского патриарха. Из-за наличия такого сочетания некоторые ученые просто сводят автокефалию к национализму, полагая, что она — одно из проявлений национального объединения, часть процесса, характеризуемого национализацией религии и сакрализацией нации. На самом деле ситуация, конечно, сложнее. Одно лишь чувство национальной идентичности при отсутствии других факторов вряд ли когда приводило к появлению автокефальной церкви, во всяком случае церкви, признанной всеми остальными церквами. Решающее значение имело участие государство в этом процессе. Действительно, неоднократно отмечалось, что на Балканах национальная идентичность была тождественна созданию государства. Государство участвовало в создании и, добавим, в угнетении автокефальных церквей, исходя в первую очередь из собственных интересов и лишь во вторую из религиозных соображений. Это подтверждается множеством примеров. Повсюду и в преимущественно православных балканских национальных государствах и в приходящих в упадок Османской и Австро-Венгерской империях предоставление автокефалии подразумевало, что соответствующая церковная единица станет служить интересам государства. Епископат той или иной церкви мог иметь право на внутреннее управление, мог избирать собственных епископов, разумеется, под надсмотром государства, но общение с другими православными церквами находилось под строгим контролем и осуществлялось, как правило, по каналам дипломатических ведомств. Политико-географические перемены, вызванные Первой мировой войной, привели к тому, что вопрос получения автокефалии приобрел новую актуальность. В результате окончательного распада Османской империи и последовавшего переселения под опекой Константинопольского патриарха осталось всего-навсего немногочисленное паство во вновь образованной Турецкой республике. Возможно, следствием этого, и не исключено, положительным следствием было то, что Константинополь начал настойчивее подчеркивать свое первенство в православном мире. Одновременно жестокие гонения коммунистического режима на русскую православную церковь положили конец тому огромному влиянию, которым она обладала в течение предшествовавшего времени. Все это создало условия для целого ряда конфликтов на почве автокефалии, автономии и связанных с ними вопросов, конфликтов, продолжавшихся в течение всего 20-го столетия. В начале 90-х годов прошлого века в рамках межправославного сотрудничества наметился определенный прогресс в деле созыва Святого и Великого Собора Православной Церкви. В 1990 и 1993 годах на заседаниях подготовительных комиссий были рассмотрены две тесно связанные между собой темы о диаспоре и об автокефалии, и отчасти автономии. Я хорошо помню эти заседания, так как участвовал в обеих комиссиях. В первой в качестве эксперта, а не как член церкви, а во второй раз я был включен в состав делегации Русской Православной Церкви. Мое приглашение сначала отправили из Женевы в Москву и уже оттуда переслали мне в Америку. И в 1990 и в 1993 годах работа комиссии базировалась на отчетах по местных церквей. Надо сказать, что отчеты эти были более чем десятилетней давности. В них просматривались три различных взгляда на проблему. Во-первых, был отчет Румынской Православной Церкви, где утверждалось, что каждая национальная автокефальная церковь имеет право управлять своей диаспорой по собственному усмотрению. Впрочем, в отчете признается, что церкви, образованные в результате миссионерской деятельности, стоят особняком, поскольку, я цитирую, они относятся к национальности отличной, от национальности членов миссионирующей церкви. В таких случаях может быть предусмотрена автокефалия. Вторую группу составляли отчеты церквей греческого наследия, которые апеллировали прежде всего к 28-му канону Халкидона, полагаю, он всем хорошо известен, и его определением о церквах и варварских землях. Позиция этой группы состояла в том, что только Константинополь должен обладать властью в этой так называемой диаспоре. Что же касается порядка предоставления автокефалии, то она может быть провозглашена только собором, имеющим вселенский статус, причем каждая промежуточная стадия этого процесса должна быть одобрена Константинополем. Русская православная церковь в своем отчете изложила более прагматическую точку зрения. Как и румынская церковь, она выразила несогласие с толкованием 28-го канона, предложенным греческими церквами. По мнению русской православной церкви, в современном мире возможны самые разнообразные ситуации, поэтому каждый случай, лежит ли в его основе массовая иммиграция или миссионерство, следует рассматривать конкретно. Каково бы ни было происхождение церквей диаспоры, все они должны иметь возможность вырастать в новые поместные церкви. В Америке, где наличие большого числа юрисдикций обусловлено отчасти миссионерством, а отчасти иммиграцией, возможно, несколько решений. Лучшим решением, говорится в отчете, было бы следующее. Константинополь дарует автокефалию своей архиепархии в Америке. По примеру того, как поступила Москва в отношении православной церкви в Америке. Затем остальные церкви также даруют автокефалии своим североамериканским юрисдикциям, после чего новые автокефалии могли бы объединиться в одну автокефальную церковь. Встает вопрос, как примирить столь разноречивые позиции. И подготовительная комиссия решила отказаться от попыток примирить эти разные трактовки исторических материалов, а поставила себе задачу разработать процедуры и предложения на будущее. Не достигнув полного согласия относительно автокефалии, межправославная подготовительная комиссия достигла согласия по вопросу автономии. Согласно проекту решения комиссии, дарование автономии части той или иной автокефальной церкви лежит в пределах исключительной компетенции этой церкви. Одобрив прошение о предоставлении автономии, автокефальная церковь издает соответствующий томос, после чего уведомляет о своих действиях остальные автокефальные церкви. Какую оценку нам следует дать этим проектам решений, которые мы имеем сейчас перед собою? По крайней мере, имеем потенциально. Подобно множеству документов, разработанных в процессе подготовки Святого и Великого Собора, проект решения по провозглашению автокефалии стремится обойти стороной наиболее трудные проблемы. В нем ничего не говорится о многочисленных внецерковных факторах, повлиявших на наше понимание автокефалии и во многом его изменивших. Национализм упомянут лишь бегло, а этотизм не упомянут вовсе. Поэтому нелегко представить себе сколько-нибудь существенный прогресс в межправославных отношениях, даже если Святой и Великий Собор в конечном итоге будет созван, и представленные к рассмотрению документы будут одобрены. Нам необходимо конструктивно разобраться в своем прошлом. Это может оказаться болезненным, но это также может нас оздоровить и укрепить. Если мы будем знать, где мы побывали, нам будет легче найти путь вперед, к более полному единению с Богом и друг с другом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok